От винта! Который предусматривает очное участие граждан в виде собраний, будет заменен на заочное голосование в интернете. Такие вот новости. Безусловно, такие слушания – это важный элемент гражданского общества и площадка для реальных споров и дискуссий. Но не митинги же устраивать по поводу каждой стройки и каждого дома. Конечно, интернет – это великая сила и все такое. Но предложение по заочному голосованию и обсуждению живо трепещущих градостроительных вопросов уже вызвало шквал дискуссий и раскололо экспертное сообщество на два лагеря. И депутаты Госдумы нашли немало слабых сторон в законопроекте Минстроительства и ЖКХ. Конечно, действующая система не безупречна. Она позволяет отсекать критиков того или иного проекта еще на ранних стадиях слушания. А в случае чего – обеспечить тотальное превосходство сторонников проекта над его противниками. А приводит все это к социальной напряженности. Вспомним, например, ситуацию вокруг храма на воде или сурьминого завода в Азбесте. Разработчики закона по интернет-слушаниям рисуют благостную картину. Новый порядок, по их мнению, обеспечит полную объективность и учет мнений максимально большего числа граждан. Повысит открытость и доступность к материалам обсуждений. И вообще, заочная форма позволяет избежать всеобщего ора и гамма. Чем так грешат очные собрания. Правда, уже в довесок полетели идеи, что, дескать, зачем вообще нужна эта общественность. Пусть все обсуждают специалисты. Архитекторы, строители и прочие урбанисты. А вот это уже тревожный звоночек. Как бы нам на фоне текущих перемен не выплеснуть с водой и ребенка. То есть вообще не вынести мнение общественности за скобки. Да и электронное голосование тоже не лишено недостатков. Кто гарантирует, что не будет накруток голосов, например. Кстати, недавнее голосование на электронных площадках по поводу ветхого жилья в Москве выявили, скажем помягче, отдельные факты мухлевания с мнением.